а вы поднялись на верх здравствуйте друзья мы продолжаем путешествовать мы продолжаем путешествовать по всей грузии на лошади верхом на моей лаки и пришли мы поднялись сюда к вишскому замку этот замок вообще-то раньше был тюрьмой и пришли мы сюда налегке а вещи мы наши оставили у аиды там внизу где нам предложили предоставили место проживания поэтому мы можем чуть-чуть покататься просто просто без вещей повстречали коллегу давай пока иногда мы все-таки ходим точнее сказать чаще мы ходим багаж все равно тяжелый 30 килограмм но потихоньку потихоньку лаки привыкает к тому что мы перемещаемся она делает такую штуку каждый раз когда я на нее сажусь она разворачивается и идет назад то есть в этот момент пока сажусь она разворачивается идет хочет домой боги короче грузии очень много вот таких вот церквей какие-то из них работают какие-то не работают ну такие тоже есть это 14 16 лет 500 лет он работает или нет да 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 вот когда праздники ну тогда приходят вообще люди скажет и приходят и курей это водят и молятся они вообще здесь настоящая история а вот она орнамент какой-то красиво ну едем дальше встретил азербайджанских азербайджанскую семью азербайджанских друзей которые здесь отдыхают мы собираемся тут тоже переночевать и лаки чуть-чуть их покатает а мне любезно азербайджанцы предложили пирожные и чай занимаемся благотворительностью у вот этого мальчика ниджат его зовут у него сегодня день рождения катается на лошади подарок ниджат от джуна но теперь семья продолжает дальше кататься лаки делает удовольствие другим доставляет удовольствие пока не стало совсем холодно ночью решил лошадь помыть а ведь река это не простая это река золотая прямом смысле этого слова золотое руно откуда оно пошло от этой реки так сказали грузины ну так скорее всего есть на самом деле значит как это делалось берется баранья шерсть кладется здесь в воду в реку и спокойно идешь домой через сутки приходишь бараньей шкуре золото все очень просто ничего делать не надо грузинская мечта жалко что у меня волос мало так бы полежал и золото было бы но это сейчас наверное уже не практикуется потому что стоят большие заводы и большие карьеры они ломают горы и добывают золото деньги куда-то уходят народу естественно не достается ну ладно искупались все хватит ну ладно ну 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джорджия! Дмониси, едем в Дмониси. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы поднялись в такой штуке. Что это за штука? Осмотр прямо с лошадью. Можно осмотреть это все прямо с лошадью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Туристы сюда не особо приезжают. Это Дмонисский, так сказать, археологический музей. Основной находится вот там вот на горе. И все было бы так ничего, и можно было бы особо и не обращать сюда внимания, то, что он был один из самых богатейших городов мира в свое время. Но чем он стал именно знаменитым, так это тем, что первые европейцы 1,8 миллиона лет назад, почти 2 миллиона лет назад, были обнаружены именно здесь, именно вот там вот на горе. В 1991 году французские археологи производили здесь раскопки и нашли мужчину и женщину. Значит, первых мужчину и женщину европейцев звали Зевзи и Мзия. Появились там. Им, значит, нужно было как-то это дело отметить. Они же первые. И, как отметили, посадили виноград. Появилось вино. Вот вам и объяснение. Говорят, самые старые Квеври, но там, где делается вино в земле, кувшин, который в землю кладется, Квеври, в Грузии, самый первый появился здесь. Самый первый в мире Квеври. Это копия. А оригинал находится в Национальном музее Грузии. А это копия. Потом виноград, также французы признали, что появился, первый виноград появился здесь, в Грузии. И вот вам и объяснение. Первые мужчины и женщины, Зевзи и Мзия, появились именно здесь, в Грузии. Им нужно было вино, отметить свое появление. Они посадили виноград, сделали вино. Ну и пошла жизнь европейская. И все мы начали жить. Так что наши дедушки, дедушка и прабабушка именно вот отсюда. Мы можем этим гордиться. Мы знаем теперь место, откуда наши предки появились. Вот там, на этой горе. полетели, посмотрим. КОНЕЦ 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 ПОЛЕТХИ лаки остается только позавидовать какими она тут травами питается какие тут запахи друзья мои обалдеть жарко а так все в остальном все хорошо лаки тебе жарко и может быть и жарко но еще ее кусают всякие мушки пробовал убивать но их не убьешь короче думаю что можно сделать чтобы ее всякие мухи и всякие штуки не кусали помыть ее пойдем мыть лаки живет своей жизни чего хочет поделать всякие штуки тут такие растут а прибежала змеюка змея пошли лаки война войной обед по расписанию идем придумать коня и 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 думал что мы за собой оставляем говно навоз а теперь думаю что мы за собой оставляем удобрения чтоб дальше все росло и развивалась так вот мы с лаки провели ночь в этой деревне рядом было кофе милая женщина нам готовила кофе делай мне кофе для дороги все в порядке маруся я еду на бал маруся я еду на бал что прикольного там это провели ночь самой ближней деревне на исторической родине европейства так сказать зезвием зия вот родители придумали им имена нет чтобы полегче назвать как-нибудь зезвием зия лаки пошли у него let's go пойдем мы дальше и теперь мы идем дальше в город но идем тому сторону армения потом повернем попал в азербайджанское село будем пить кофе кофе очень хорошо а как называется село сапарло сапарло село сапарло рядом армянская граница в армию мы не идем идем дманиси пока моя лошадка кушает травушку я пью кофе с максатом друзья мои большое спасибо за поддержку большое спасибо за кофе это реально вкусно особенно в горах всегда можно его приготовить всегда найдутся люди которые сделают кофе и спасут меня без кофе не могу вы меня уж простите что это за пушистый зверь какой сиеста кто-то отдыхает а мы идем дальше всегда мечтал по висячему мосту пройти шатается классно и как интересно три флага грузинский азербайджанский турецкий еще есть место где можно тут воды попить лаки будешь воду я на траву хоть за горами армения 8 километров до границы мы остаемся в грузии продолжаем наше путешествие по грузии идем дам 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 маниси ванева мне так кажется над армения дожди главное чтобы опять здесь под дождь не попали так что лаки давай пошевеливайся слишком быстро идти не получается вещи отлетают вот и идем вышли на дорогу вышли на асфальт ездят машины но коняшка моя не боится их а еще интересное ощущение сидишь на лошади проезжает джип и ты сверху вниз смотришь джип люди сидят ниже а я полтора метра лошадь и еще плюс я метр до грубо вот двух половиной метров моя голова смотрит как с фуры как будто на грузовике едут только медленно тащу лаки не хочет идти быстрее устала наверно иду пешком последние пять километров у нас начинается дождь поэтому я ее тащу быстрее лаки быстрее идем быстрее она бедная уже замучилась придем пять километров а тут уже осталось чуть-чуть дмониси будет но дмониси же нас никто не ждет надо еще найти место надо найти воду для нее траву и место поставить палатку ну что друзья мы мы поднялись на высоту 1240 метров это почти на один километр выше кирикло было тысяча было 300 метров кирикло здесь 1240 вот дождя пока еще нету мы нашли замечательное ущелье на реке шавера машавера машавера и нашли остров и решили здесь переночевать у лаки есть и вода и сено а у меня палатка все хорошо мы дошли до дмониси в 100 метрах находится дмониси а еще у лаки есть проблема да лаки я есть проблема у тебя есть проблема она подходит к дереву и тешится с задом а это означает что у нее черви будем лечить червей спасибо друзья за поддержку до свидания увидимся путешествия продолжаются до лаки скажи им до свидания всем это а 3 а георгия георгия а а а а Субтитры сделал DimaTorzok